В Москве сегодня объявлен траур по погибшим в аварии в метро. Число жертв сегодня достигло 22. В больницах еще остаются более 130 человек. Следственный комитет России задержал двух подозреваемых. Они уже допрошены и в ближайшее время им предъявят обвинение. Как уже накануне доложил МИД Казахстана, наших соотечественников нет среди пострадавших. Однако в числе пассажиров злосчастного поезда были жители Украины, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Уже в первые минуты трагедии в московской подземке боролись за жизнь пострадавших пассажиров свыше 100 пожарных, спасателей и медиков. Извлекать людей из искореженных вагонов пришлось при помощи специального оборудования. Но 22 человека спасти не удалось. Еще более 130 были госпитализированы. Техническая несправность сразу стала главной версией происшествия. По внешним признакам, то что осмотрели сейчас эксперты ФСБ и криминалисты Следственного комитета, никаких признаков теракта не наблюдается. Поэтому по всей видимости это техногенная катастрофа и причин здесь может быть несколько. Это несрабатывание стрелки, проседание полотна. Стоит отметить, что это самая страшная авария за все время работы московского метрополитена. Начиная с 40-х годов прошлого столетия подземка функционировала исправно и не вызывала никаких нареканий. Однако до возникновения этого ЧП пассажиры неоднократно жаловались на то, что вагоны, проезжая по синей ветке, сильно трясло. Имеется даже письменное обращение граждан к руководству метро. Последняя жалоба поступила за неделю до трагедии. После самого тщательного расследования последуют не только увольнение, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии. К сожалению, быстро восстановить движение на ветке не удастся. Я думаю, что предварительные оценки по восстановлению этой ветки метро займет полторы-двое суток. В правоохранительных органах объявили о задержании двух сотрудников метрополитена, которые могут быть виновниками страшной катастрофы в туннеле Арбатско-Покровской линии подземки. По версии следствия, 66-летний дорожный мастер службы пути Варелий Башкатов и его помощник, 43-летний Юрий Гордов, нарушили правила работы со стрелочным переводом, что и стало причиной трагедии. Движение на синей ветке метро приостановлено от станции Киевской до Молодежной. По этому маршруту сейчас курсирует около 200 бесплатных автобусов. Дельмират Муталипов, Асет Кунтакпаев, телеканал Алматы.